Добрый вечер, уважаемые телезрители! В эфире итоговый выпуск информационной программы «Еселях Парад». С вами Богдан Петров и в начале анонс. Снижение на 35%. Всего 7 североказахстанцев заразились коронавирусом в минувшие сутки. Состязания лучших. Учителя-предметники меряются знаниями в уникальной Олимпиаде. Достижения у валихановцев. Сборная Кызыл-Ту с достоинством выступила на республиканском чемпионате по футзалу. Президент Касымжумар Токаев принял премьер-министра Оскара Мамина. В первую очередь на встрече обсуждались вопросы развития цифровых технологий в стране. Речь также шла о совершенствовании программы «Нурлежер» с целью обеспечения малобеспеченных граждан качественным жильем. Кроме того, правительству поручено строить качественные дороги местного значения, а Акимам регионов – контролировать цены на продукты питания. Сельскохозяйственные земли должны принадлежать только государству. Это вопрос геополитического значения. Наша страна занимает шестое место в мире по площади сельскохозяйственных культур, земель, и уступает только Австралии по площади пахотных. Это 1,3 гектар на человека. Следовательно, в целях национальной безопасности земельные ресурсы должны оставаться в собственности государства, а не отдельных лиц. Сегодня прошло первое заседание комиссии по земельной реформе. На онлайн-встрече отмечалось, что Акиматы являются компетентными органами по контролю и передаче земли. Необходимо создать специальное агентство и подчиняться непосредственно президенту. Следующий актуальный вопрос – плодородие почвы. Сегодня много арендованных, но заброшенных земель. Медленно привлекаются инвестиции в сельское хозяйство. В Австралии стоимость гектара составляет 422 доллара, в Канаде – 80 долларов, в Казахстане – меньше доллара. Эффективное использование бюджетных средств, контроль за выплатами надбавок врачам, закуп медицинского оборудования и лекарственных средств. С 1 февраля по 3 марта в Республике сотрудники антикоррупционного ведомства провели внешний анализ коррупционных рисков в сфере здравоохранения. Выявили 41 предпосылку возникновения преступлений. Тему продолжит Илья Кудряков. Департамент санитарно-эпидемиологического контроля и управления здравоохранения. Именно на эти две организации нацелились сотрудники антикоррупционной службы. В период пандемии и жестокого карантина число предпосылок к проявлению коррупции увеличилось в разы. Обязательное ношение масок на улице, ограничение работы заведений и еще множество требований, за которыми не всегда удавалось уследить. А значит, зачастую приходилось нарываться на штрафы. В ходе анализа установлено, что пик привлечения физических лиц по данной статье пришелся на август месяц, где было 475 привлеченных лиц. Выявлением лиц, нарушающих карантинные меры, занимаются сотрудники органов внутренних дел по следующей передаче административного производства в Департамент санитарно-эпидемиологического контроля. Непосредственно составление протокола и вынесение постановлений осуществляется сотрудниками данного учреждения. Как показал анализ, не по всем материалам выносится решение о привлечении к административной ответственности. В целях исключения возможности принятия решений с субъективным подходом увода от ответственности нами выработана рекомендация об инициации внесения изменений в данную статью касательно уменьшения сумм административных штрафов с физических лиц за карантинные мероприятия. Затронули и тему надбавок сотрудникам Департамента санитарно-эпидемиологического контроля. Как пояснили в антикоррупционном ведомстве, надбавка осуществляется каждый месяц за непосредственное участие в противоэпидемиологических мероприятиях в рамках борьбы с коронавирусом. Перечень этих мероприятий отсутствует. Так какие из них брать в расчет, а какие нет, конкретно ответить никто не может. В ходе анализа установлено, что надбавка назначалась, к примеру, за анализ ситуации и свод информации, заполнение документации без осуществления работ в очаге инфекции или с инфицированными людьми. В ходе аудита были выявлены факты начисления надбавки трем работникам отделов финансов и государственных закупок административно-правового отдела в период с мая по июль месяц прошлого года на сумму свыше 500 тысяч тенге. Указанная сумма возвращена. Нерационально бюджетные деньги тратили и в управлении здравоохранения. Средства индивидуальной защиты закупали по завышенным ценам. В пример привели закуп противочумных костюмов. Сотрудники управления приобрели их у индивидуального предпринимателя за 40 тысяч тенге. В то время, когда точно такие же ВСК-формации продавали за 23,5 тысячи. Сэкономленные деньги можно было бы направить на другие нужные вещи. Все поставщики, они не могли нигде закупить защитные костюмы. Во всей стране, во всей мире был острый дефицит, пока ЭСК-формация не заполнит медицинским инфекциям закупок. Поэтому договор, тот, который заключен был в один период с тем же, который вы озвучиваете, он был в статусе заявки еще в марте месяце. В марте месяце по резерву, по подставлению правительства Мамина, было издано в резервный первый резерв. По этому резерву было составлено заявкой, предварительный договор с ЭСК-формация тогда еще был заключен. Но в основную заявку, в основной договор, она села как раз таки в мае, совпала с тем периодом, когда уже был заключен договор. В целом, в ходе проведения внешнего анализа, сотрудники антикоррупционного ведомства вырабатывали 41 рекомендацию по устранению предпосылок возникновения коррупционных преступлений. Илья Кудряков, Юрий Искаков, Служба новостей. В рамках проекта «Антикорлайф» Департамент агентства по противодействию коррупции Североказахстанской области провел прямой эфир. Обсуждаемая тема о недопущении фактов коррупции в сфере здравоохранения. Спикерами стали первый заместитель руководителя антикоррупционной службы области и руководитель регионального управления здравоохранения Кабдрахман Сактаганов. Отвечено на ряд вопросов о работе сотрудников медучреждений, о качестве принятия родов и прохождение скрининга. Каждый врач должен понимать, что есть, так скажем, этическая культура врача, которая не должна. Это же тоже вздоимство, форма вздоимства. Потому что, если, например, сегодня один выписываясь видит, что он кроме цветов принес какой-то социальный пакет, так назовем его, это значит, что он будет думать о том, что он должен тоже это сделать. То есть это ведет. И для этого един судьей для всего этого является врач, который должен пресечь все это и сказать нет. За сутки в Северо-Казахстанской области зарегистрировано 7 случаев заражения, в том числе 6 с симптомами заболевания и 1 случай без симптомного носительства коронавируса. Лабораторные анализы методом ПЦР, взятые у шести граждан по эпидемиологическим показаниям, еще один случай завозной с профилактической целью. В области задействовано 4 лаборатории, проводящие ПЦР-исследования. На период пандемии по области проведено 292 729 исследований на коронавирусную инфекцию. Процент положительных результатов 4,4% от общего числа. За прошедшие сутки проведено 513 ПЦР-тестирований. С нарастанием в области зарегистрировано 12 933 случаев коронавирусной инфекции, из них симптомных 8 047 и без симптомных 4886. По сравнению с аналогичным периодом прошлой недели отмечается снижение на 35%. 92% всех случаев выявлено по эпидемиологическим показателям. Это говорит о внимательном и тщательном осмотре пациентов, лечащих врачами и бригадой скорой медицинской помощи, которые своевременно выявляют признаки коронавируса у человека. Такой подход позволяет вовремя назначить лечение и изолировать больного от общества. Аграрии региона должны не только развивать свои хозяйства, но и извлекать выгоду из земли и максимально использовать государственные дотации, тем самым вносить весомый вклад в социально-экономическое развитие сел, сказал глава региона Кумар Аксакалов. Одно из хозяйств, отвечающее этим требованиям, «Желдосбай Агра» у Валихановского района. Основанное в 2012 году, оно занимается выращиванием сельскохозяйственных культур и животноводством. Руководитель предприятия создает необходимые условия для более чем 100 работников. Подробнее расскажет мой коллега. Еще лет 10 назад многие не верили, что здесь будет большая ферма. Но братья «Желдосбаевы» реализовали свои планы и теперь активно занимаются растеневодством и животноводством. Изначально хозяйство закупило КРС ауликольской породы. В 2013-м привезли из Америки первые 400 голов ангусов. В 2014 году начали первую премпродажу бычков и тёлок. В прошлом году завезли 800 голов тёлок. Они в этом году дают первые премплоды. Спрос есть. Закрываем районы, соседние районы по премьерным бычкам. Люди берут по программе седала быков, подводители. Занимаемся продажей тёлок. Начиная с Ахтубё, юг Казахстана, север. По всей республике идет спрос. Сейчас в хозяйстве около полутора тысяч голов скота. Ильнур Ахмедшин работает ветеринаром в фермерском хозяйстве Жолдасбая Агра. Уроженец южного края он не жалеет, что переехал на север. Моя работа заключается в лечении, профилактике болезней животных. В частности, наша порода ангуса, крупный рогат скота. В основном лечением занимаемся. После окончания университета я сразу сюда пришёл работать, устроился. Уже шестой год уже. Условия, труда, все отличные, всё замечательно. Я никогда не думал, что такое здесь будет для молодых специалистов. Затехник Алибек Аканов приехал работать на ферму в Кишки-Николь всего месяц назад. Молодой специалист из Кустаная успел поработать уже в нескольких регионах страны. Сейчас трудится в Жолдасбая Агра. Данное хозяйство очень хорошо относится как к молодым специалистам, так и к рабочему персоналу. Если сравнивать по Казахстану, условия труда здесь очень хорошие. Побывая во многих хозяйствах, я могу сказать, что это хорошее хозяйство. Оно одной из передовых хозяйств в республике является. Всего в хозяйстве, которое занимается растеневодством и животноводством, трудится около ста человек. Многие из них здесь работают с момента основания, своевременно получают заработную плату, имеют социальную поддержку и возможность оплачиваемого отдыха в санатории. Жилье здесь предоставляют всем без исключения и местным, и переселенцам. Работаю здесь пастухом уже давно. Здесь очень хорошие условия для работы и зарплата вовремя. Я проработал в этом хозяйстве около 9 лет. Тружусь на ферме. Здесь очень хорошие условия труда и зимой, и летом. Отпуск и санаторные лечения. В текущем году Желдосбай Агра планируют открыть молочную ферму. Всего в хозяйстве засеяли в прошлом году 23 тысячи гектаров. Сюда входят зерновые и масличные культуры. Корма также выращивают самостоятельно. Рапс, лен, пшеница, ячмень, кормовые, силус, заготавливаем, заготавливаем сенаж. В прошлом году завезли два комбайна «Класс», траттер «Бюллер», опрыскиватель «Джен-Дед», погрузчик «Монитур». Работают у нас 126 человек, средний месячный зарплат – 198 тысяч, 199 тысяч. Предприниматели оказывают поддержку и в социальной сфере района. К примеру, во время пандемии выделили средства на закуп нового оборудования для центральной районной больницы. Начальник департамента полиции продолжает посещать районы области. На этот раз он побывал в Акжарском и Увалихановском. В рамках визита состоялись встречи с жителями, а также проведен личный прием граждан. Подробности далее. Толшевский сельский округ обслуживает два участковых инспектора полиции, которые дежурят в помещении опорного пункта, расположенного в центре Толшика. Кроме райцентра в состав входят три села. Население – 4395 человек. По информации местного участкового Берика Мренова, в прошлом году в округе зарегистрировано 22 преступления. К административной ответственности привлечено 406 правонарушений. Подробности об итогах оперативной служебной деятельности всей Акжарской полиции отчитался начальник отдела Яркин Махметов. За 2020 год зарегистрировано общее снижение преступности на 41,1%. Общая раскрываемость преступления также улучшилась и составила 94,5%. Принимаемые меры по правонарушениям позволили обеспечить снижение регистрации основных видов преступления. Это разбой устало меньше на 100%, краш на 54,8%, хулиганство на 100%, мошенство на 50%, скотокрас на 71,4%. Не допущено особо тяжких преступлений, убийств, грабежей, вонгасе и стасирование. Он сообщил, что за 2020 год зарегистрировано общее снижение преступности на 41%, раскрываемость 95%. Отдаленность от областного центра и преимущественно степной ландшафт потенциально увеличивает риск краж скота. По словам Яркина Махметова, в каждом сельском округе района установлены специализированные загоны для безнадзорных сельскохозяйственных животных, заключены договора и меморандумы. По итогам отчета глава областной полиции дал ряд указаний районным полицейским, поблагодарил за содействие в работе неравнодушных директов ТО и глав хозяйства, а также провел личный прием граждан. Посещение зданий отдела полиции участкового пункта «Диалог с населением» в рамках отчета по аналогичному сценарию прошла встреча с жителями у Алихановского района. Райцентр Кишкин-Коль в Североказахстанской области самый отдаленный, до Петропавловска свыше 340 километров. Населенный пункт обслуживают два участковых инспектора. Перед сельчанами отчитался начальник отдела полиции Алихановского района Руслан Олежанов. В минувшие годы зарегистрировано 84 преступления. Раскрываемость составила 98%. Полицейским ежедневно ведется работа по предупреждению преступлений и правонарушений. Мошенничество продолжает остаться одним из наиболее распространенных видов преступлений. Рост, который составил 200% с 1 до 3. Так, условия карантина в режиме изоляции большого распространения получила практика дистанционных покупок онлайн-услуг, что способов совершить интернет-мошенничество. В 2020 году зарегистрировано один факт. Цель проработать интернет-мошенничество СМИ района, а также в социальных сетях, официальных страницах, инстаграм, фейсбук, на постоянной основе размещены информации предупредительного характера о поведении заключения фактов мошенничества. Но на рассмотре на это факты совершения интернет-мошенничества продолжается. Начальник департамента Марат Тулебаев нацелил полицейских на активную работу по предупреждению краж скота, интернет-мошенничеств, преступлений и правонарушений среди владельцев оружия. Также начальник области полиции разъяснил алгоритм работы нового мобильного приложения 102, функционирующего по принципу омникальной связи. В завершении состоялось поощрение четверых активных граждан благодарственными письмами департамента Североказахстанской области. Прошел прием граждан. Все поднятые вопросы взяты на контроль начальникам департамента. Айман Кузимбаева при содействии пресс-службы департамента полиции. Вызвали ли из снежного плена, эвакуировали из зоны чрезвычайных ситуаций, спасли жителей горящих домов. В праздничные дни сотрудники департамента по чрезвычайным ситуациям по Североказахстанской области несли свою службу, обеспечивая безопасность граждан. За прошедшие выходные было объявлено 5 штормовых предупреждений. Из снежного плена извлечено 120 легковых автомобилей, спасено 330 человек. Об оперативной обстановке с чрезвычайными ситуациями расскажет наш корреспондент. В связи с непогодой в выходные и праздничные дни были закрыты 4 участка автодорог республиканского значения и 10 участков областных дорог. Из снежного плена извлечены 120 легковых автомобилей, 9 грузовых и 2 автобуса. Проведены 3 аварийно-спасательные работы. В Ортавовском районе, вблизи села Лавровки, с нежным заносом застрял автобус, следующий по маршруту Петропавловск-Салмолколь. Для эвакуации населения пассажиров была направлена высокопроходимая техника, это КАМАЗ-Вахтовка, на которой произведена эвакуация. Люди были доставлены с села Салмолколь и были размещены в пункте обогрева. К сожалению, не обошлось в минувшие дни и без возгораний. Спасатели бьют тревогу. С начала года в области зарегистрировано 166 пожаров, в которых погибли 24 человека. Основная причина – неосторожное обращение с огнем, а также неправильная эксплуатация печей. Еще один факт – не перестают горожане использовать в многоэтажных домах газовые баллоны. А это запрещено правилами безопасности. Произошел пожар 23 марта, в 13 часов 40 минут на пульт службы 101 поступило сообщение о пожаре в многоквартирном жилом доме пятиэтажном по улице Мусрепова 9-Б, где в подвальном помещении произошел пожар. При ликвидации пожара было у нас эвакуировано и спасено 8 человек, эвакуировано 25 человек. Причиной данного пожара послужило неосторожное обращение с огнем. При ликвидации пожара нашими сотрудниками, бойцами противопожарной службы из подвального помещения, где было возгорание, было выкурено 2 газовых баллона объемом 27 литров каждый. Всего за прошедшую неделю произошло 7 пожаров. Наталья Итова, Урал Амренов, Служба новостей. И снова пожар в Петропавловске. Сегодня в 9 часов 18 минут на телефон службы 101 поступило сообщение о возгорании на первом этаже гостиницы, расположенной по улице Нурсултана Назарбаева, 221. На место происшествия прибыли пожарные, эвакуировано 30 человек. В настоящее время ведутся работы по выяснению причины возгорания. К счастью, пострадавших нет. Необходимо отметить, что пожарным удалось потушить огонь за 40 минут. Были направлены силы и средства в услужу пожаротушения ДЧССКО в составе 29 человек и 6 единиц техники. По поведению к месту вызова было обнаружено, что произошло с окон первого этажа идет сильный дым. Было принято решение создать звенья ГДЗС на эвакуацию пострадавших людей, то есть с верхних этажей обшитие. Со стороны вентиляции повалил едкий дым, как раз где туалет оттуда. И пока я открывал окна и выживал пожарный, по вентиляции дым пошел уже со стороны комнаты. Сильный дым. Потом, когда все открыло окна, все вот эти вот, нас, конечно, уже выгнали на улицу всех людей. И потом, по итогу, когда дым развеялся, у меня лично пострадал потолок пластиковый, который отплавился. С 20 по 24 марта на дорогах и автомобильных трассах области зарегистрировано 7 ДТП. Из них 4 на территории районов и 3 в областном центре. В результате аварии пострадало 7 человек. Жертв нет. Одно из ДТП произошло на трассе ЖС Казган-Петропавловск. Вечером 23 марта водитель легкового автомобиля не справился с управлением и врезался в дорожное ограждение. На момент аварии в машине находился водитель и трое пассажиров. Незамедлительно на место происшествия прибыла бригада скорой помощи. К счастью, никто не пострадал. К слову, по результатам медицинской экспертизы, владелец автомобиля в состоянии алкогольного отнимения не находился. По данным фактам сотрудниками батальонной патрульной полиции собран материал, назначен на необходимые экспертизы. Кроме того, 24 марта текущего года в связи с ухудшением погодных условий, низовой метелью, видимостью менее 50 метров, по согласованию с заинтересованными государственными органами, принято решение об ограничении всех транспортных средств на автодорогах областного значения в 7 районах. Также хотелось бы обратиться ко всем участникам дорожного движения, строго соблюдать правила дорожного движения, скоростной режим, правила маневрирования, а также следить за техническим состоянием своего транспортного средства. Стартовала областная олимпиада учителей-предметников. Конкурс знаний пройдет с 25 по 31 марта. В мероприятие примут участие более 100 учителей, признанных лучшими на районном этапе. Олимпиада стала традиционной и проходит только в Североказахстанской области. С подробностями моя коллега. Михаил Калашников – учитель биологии Токушинской школы-гимназии Акаинского района. Молодой специалист впервые участвует в Олимпиаде учителей, но считает такой опыт нужным. Конкурс проходит в два этапа – тестирование и защита портфолио. Имею стаж педагогический два года, являюсь магистром естественных наук. Имею категорию педагога-эксперта, который получил в прошлом году. Впервые участвую в подобной олимпиаде среди учителей биологии. Прошел успешно районный этап и сейчас принимаю участие в областном этапе. Данная предметная олимпиада проводится ежегодно областным методическим центром управления образованием. В районном этапе приняли участие около двух тысяч учителей. Только лучшие из них получили путевки на областной этап. Конкурс знаний организован по восьми предметам и проводится с целью выявления лучших учителей в Североказахстанской области. Олимпиады систематизируются. Если в прошлых годах у нас проводились олимпиады по химии, биологии, то в этом году уже мы охватили больше предметов и хотим их уже систематизировать, чтобы каждый год у нас проходили эти олимпиады. Данные олимпиады нацелены на выявление и поддержку талантливых педагогов. Предметные олимпиады проводятся с 25 по 31 марта. В конкурсе знаний может принять участие любой учитель. Наталья Аитова, Жен-Сая Каипова, Адиль Нуржанов, Служба новостей. В сердце входит весна. Под таким названием в областной универсальной научной библиотеке имени Сабита Муканова состоялась онлайн-презентация литературных творений поэтов нашего города. В качестве гостя приглашен поэт и писатель Северного Казахстана Кирилл Филонов. Писательская деятельность для мужчины началась в годы студенчества. Он являлся членом литературного объединения, известной омской поэтессы и искусствоведа Татьяны Четвериковой. По окончанию учебы мужчины решают продвигать идею литературных сообществ в Петропавловске. Так он является автором книг «Отражение», «Близкие люди» и других. Стоит сказать, что поэт возглавил областное литературное объединение имени Михаила Аверина в 2014 году. Его участниками публикуются совместные сборники и авторские работы, а также ежегодно выпускается «Альманах». К слову, ознакомиться с литературным богатством можно в областной библиотеке. Если автор не занимается, не создает вокруг себя среду, он замыкается в себе. И письмо его, то, что он пишет, становится... Ну, значит, что называется, когда человек варится в собственном... автор варится в собственном соку, да. Вот. И, значит, появляется сухость языка, нет развития. Вот, собственно говоря, с этой целью я и обратился в наше литературное объединение. Активных литературное объединение, ну, насчитывает не более 10 человек, потому что их могло бы быть больше, но нас интересует, прежде всего, уровень того письма или той литературы, которая выходит из-под пера наших участников. В селах на севере страны стала пропадать живность с подворьей. Местные жители заподозрили неладное, когда в гости зачастили лисы. Они хозяйничают сельской местности, и люди вынуждены нести убытки. Что заставило млекопитающих штурмовать населенные пункты, и намерены ли чиновники как-то решить проблему, выяснял наш корреспондент. Вот у нас лисы ходят посреди бела дня по деревне. Смотрите, пошла, пошла. Так привольно разгуливают лисицы в селах северного Казахстана. Однако после таких визитов хозяева теряют домашних животных и несут убытки. Лисичка покушала. Все куры. Двери закрыты же были. Все кролики. Судя по всему, выйти в свет лисиц заставил голод, говорят чиновники. Глубина снежного покрова сейчас достигла своего максимума. И добывать пищу в естественных условиях им стало практически невозможно. Вот и тянутся дикие животные поближе к людям. Ведь там всегда есть чем полакомиться. В инспекции лесного хозяйства и животного мира рассказали, что о проблеме знают. Правда, решить ее не в силах, ведь законодательно отстрел лис уже запрещен, а на подкормку средства не предусмотрены. В сроке зимней охоты, где-то до 15 февраля, нами были своевременно направлены письма охотопользователям, чтобы они принимали меры. И во время охоты обращали внимание, чтобы охота проводилась где-то в радиусе возле населенных пунктов, чтобы как-то снизить численность лисицы. Подкормка для хищных, платоядных хищников, в том числе и на лисицу, не проводится. Всего в период зимней охоты лицензии на лис выдано свыше 2000, поэтому еще больше истреблением может нанести непоправимый урон фауне. Специалисты поясняют, что вполне возможно, вслед за лисами выйдут и хорек, колонок, норка, корсак и енотовидная собака. Чтобы защититься, советуют исключить доступ к домашним животным. К слову, сейчас пришедших диких гостей уже проверяют на бешенство. Тамерланд Леубаев, Служба новостей. Дигу или кустарниковая белка – южноамериканский грызун, распространенный на территории Боливии, Перу, Чили и Аргентины. Живет она и у нас, правда, в неволе. В ботаническом саду накануне Наурызы родилось семь чилийских белок. И это еще не все новости. Наши корреспонденты узнавали подробности. Эти белки больше похожи на сереньких мышек, однако прыгают до полутора метров в высоту. Ботаническому саду в июле прошлого года самку и самца подарили посетители. Долго ждали потомства. И вот накануне Наурызы на свет появилось семь маленьких дегу. Помимо белок здесь живут шиншиллы, морские свинки, кролики. Сотрудница ботанического сада Анна Лешенга без страха и сомнения достает питомцев из клеток, даже несмотря на протесты. Она знает повадки и привычки каждого из них и относится к ним с любовью. Такие маленькие хулиганы. Это кто пищит сейчас? Это ребятишки. Папу увидели теперь это. Где тепло, им там комфортно. Они угрызают молодые побеги, почки, веточки, яблони, вишни и тому подобное. Все, что вкусное, все мы грызем, все съедаем. Уничтожаем до такого состояния. То есть, если где все мягкое, то все уничтожается. В этом году посетители работников сада удивили некоторые растения. На территории сейчас более двух тысяч видов. Есть среди них и плодоносный, произрастающий только в южных широтах. К примеру, мандариновое дерево. Необычен этот мандарин тем, что это все-таки не чисто мандарин, это мандарин с крещеным скумковатом. Это такие мелкие мандарины, цитрусы, очень-очень кислые. Поэтому вот наши плоды, их советуют кушать вместе с кожурой. В ней очень-очень много витаминов. На вкус они очень-очень кислые, чем-то даже напоминают лимон. В них нет семян. Ну, есть, но очень-очень мало. Поэтому, конечно, вырастить такой же повторный будет немножко сложновато. Желто-оранжевые грушевидные плоды в этом году сняли с папайи. Плодоносит нынче и фикус. После зимней спячки просыпается инжир и кубинский лимон. Год выдался урожайным, говорят ботаники. Словом, в природе все идет своим чередом. По своему заветному плану. Елена Горбань, Анатолий Белонок, Служба новостей. В минувшие выходные в Нур-Султане прошел чемпионат по футзалу среди любительских команд в честь прославленного спортсмена Жексылыка Ишкин-Пырова. В соревнованиях приняли участие 32 лучшие команды из всех регионов страны. А от нашей области в турнире выступила любительская команда Казалту из Уалихановского района. О достижении наших земляков узнаете прямо сейчас. Чемпионат по футзалу среди любителей проводится с 2016 года. В нем принимают участие лучшие сборные из всех регионов Казахстана. В этом году турнир посвящен первому казахстанцу, ставшему олимпийским чемпионом по греко-римской борьбе Жексылыку Ушкин-Пырову. Любительская команда Казалту из Уалихановского района впервые защитила честь нашего региона на чемпионате страны. Североказахстанские спортсмены на турнире выступали в группе «Джи». В трех играх наши земляки одержали одну победу и два раза уступили соперникам. Готовились к чемпионату месяца два, наверное. Готовились, тренировались, участвовали, поиграли совместно в лиге. Как-то так турнир прошел вообще на высочайшем уровне. Это 32 лучшие команды страны, лучшая организация, вообще идеальные судьи, все компетентные, телевидение. Ну, как бы там все было на высшем уровне. К слову, футбольная команда Казалту создана в 2012 году. За это время наши земляки стали победителями областной летней спартакиады «Акбедай» и зимних состязаний «Солтустэк». Кроме того, уалихановцы неоднократно становились чемпионами любительских лиг города Кокшитау. Сейчас ребята выступают в Суперлиге. Кирилл Потемкин, Нурбол Болгобеков, Служба новостей. Ну что ж, на сегодня все. Смотрите нас на сайте www.kzljartv.kz и будьте в курсе событий. Не переключайте канал.